Всем большой привет! Я собралась на Боксбери. У меня тут потихонечку продаются вещи, которые мы на Мацарте перебрали, запланировали продать. Что-то мы отдали родственникам. И вот сейчас я достала пакет вот такой. Здесь лежат штучки в стиле хохлома. Или как правильно это сказать? Короче, посуда хохлома. Не знаю. Тут три разных варианта, которые мы выставили на продажу. Есть еще поднос, но я его еще не выставляла. Пока думаем, потому что есть вариант, возможно, его использовать под елку, у которой внутри полое основание. То есть она сама полая, у нее нет основания. Вот так. И если что, можно ставить на поднос. Подумаем. Но сейчас мне из этого пакета, если я его правильно определила, потому что склад пока что временно у меня находится на балконе, и вот все, что мы продаем, там лежит. И там немножко больше. Я еще не все выставила, потому что это скопом привезли, и нужно разбирать, что-то приводить в порядок, потом выставлять. Чем я скоро и займусь. Это не очень приятный процесс, потому что в квартире снова будет хаос. Я помню тот день, когда мы только эти коробки привезли. Коробки и пакеты там разные. И я частично доставала, потому что нужно было одному человеку отфотографировать там некоторые позиции. И зал был просто, ну наполовину, захламлен. Это очень неприятно. И, соответственно, так компактно, повторно внутрь этих коробок все упаковать я не смогла. Поэтому там вообще на балконе бардак. И будет день, буду наводить порядок. И, возможно, вам тоже покажу процесс. Ну, в общем, я надеюсь, этот пакет правильно я достала. Сейчас будем с вами доставать. Покажу вообще, в принципе, что здесь находится, что мы продаем. И упакую тот, который мне сейчас нужно отправить. Женщина заказала авито-доставку. Я не знаю, в какой город. Может быть там указано, может быть не указано. Но через авито-доставку. Выбрали мы в Боксбери, потому что почтовое отделение у нас, к сожалению, закрыто. В нашем районе ближайшее находится достаточно далеко. Это практически в соседнем микрорайоне. Ну, на границе. Короче, туда далеко идти. И они по какой-то причине работают только на выдачу. Видимо, ну, потому что такой огромный поток с нескольких микрорайонов. У них очереди жуткие. Прямо на улицу они выходят. Стоять нужно, ну, точно больше часа. В нашем предыдущем районе, где мы жили с детства и до моего переезда, там тоже была такая ситуация, когда в соседнем районе закрыли почту, и все приходили на нашу. И вот мы как раз тогда с сестрой очень активно заказывали на G-маркете, и на E-bay и на Алиэкспрессе. И мы туда каждую субботу приходили, как на работу. И стоять приходилось по три часа. И это не шутка без преувеличения. Реально, по три часа и больше. Короче, не отправить мне через почту никаким образом. Это надо ехать, наверное, в центр, скорее всего. Потому что они говорят, что едете туда. А мы, конечно же, не поедем, чтобы отправить что-то там за 500 рублей или за 1000 в центр города далеко, и там еще стоять очередь. Поэтому договорились на боксбери. С ДЭК, у них, видимо, у них там нету СДЭКа, в том месте, где она находится, эта женщина. Потому что у нее вариант не выпадал. Она мне делала скрин. Поэтому боксбери. Я, кстати, на 100% не уверена, что у нас боксбери здесь имеется. Был, я точно знаю. Но не уверена, что он до сих пор тут. Ну, в случае чего поеду. Уже оплатили. В общем, давайте. Достаю и смотрим, что там. Так, пока это частично запаковано, частично нет. Вот он, поднос, про который я говорила. Вот это не хохлома, это, наверное, жестово. Я не на 100% уверена, я в этом не ориентируюсь. Но предполагаю. Вот тут какой-то сверток. Сейчас посмотрим, что там. Это вазочка индийского производства. Ручная работа, она металлическая. Их таких там несколько. Но они разного расцветки. В этот набор не входит, понятное дело. Просто лежит в этом пакете. Так, здесь тарелочки. Их тоже надо будет выставить. Они еще не выставлены. Вот как раз достала. Хорошо добавлю в продажу. Так, давайте пока просто пакеты вот так достану. Так будет легче, чтобы каждый раз по новой не шуршать. Вот это, собственно, тот пакет, который меня интересует. Так его развязать. Мне еще надо будет подумать, во что это все дело упаковать. Но коробки, слава богу, есть. Такая вот кружечка деревянная, достаточно объемная. Надо будет по фотографии сравнить, чтобы здесь все соответствовало. Все позиции были. Вдруг что-то отдельно лежит. Вот такие рюмочки там. Это, видать, кувшин, потому что у него крышка. Ну, вроде от него. Но она не фиксируется. Тут какая-то маленькая мисочка, может быть, под соль. Еще рюмочки. А, вот эти обе крупные. Такие они с клубничками одинаковые. А, это эти кольца для салфеток. А я думала, тоже такие рюмочки. Не, значит. А вот эти без клубничек. Это просто с цветочками. Видите, они чуть поменьше, чем вот эти. Ага, все понятно. Легенькие. Тоненько сделано. Так, и вот эти тарелки, я не знаю, все ли они сюда входят. Вот это, по-моему, у меня как отдельно выставлено здесь рисунки. Другие, другая коллекция. Отдельно приобреталась, соответственно. Вот она выбрала такой более полный набор. Вот этот вот. Эта тарелочка тоже сюда входит. Так, ну все. Сейчас я с фотографией с Верю. Это тоже другой набор. Совсем отдельный. Третий. Тут с кувшинчиком. Или это ваза, а не кувшин. Может, ваза. Ну, со стаканчиками почему-то. Интересно, вот это тоже хохлома или это какой-то другой стиль? Кто разбирается, подсказывайте, пожалуйста. Ой, тут присутствует такая штукенция. Надо посмотреть, это можно очистить, нет? Так, тарелки здесь квадратные. Я не люблю квадратные тарелки, поэтому мы их тоже продадим. На любителя такие, знаете. Но есть любителя. А вот это что? Что тут коты прямо это атаковали? Ой, это это. Совсем другое. Это керамика. Не буду распаковывать. Ну все, сейчас я упакую в коробку, потому что время идет, мне надо выдвигаться. Покажу вам, как это будет в сложенном виде выглядеть, наверное. Я уже потихоньку собираюсь к выходу. Вот так вот я упаковала. На самом деле получается не идеально, потому что я еле запихала все это сюда, так как объемные все эти кружки, кувшинчики. И видите, немножко выступает. Я надежно заклеила это все скотчем, но я надеюсь, что ничего сюда тяжелого не поставят. Потому что если взять чуть больше коробку, тогда она будет прилично больше, будет сильно болтаться. То есть нет такого идеального размера, который мне подходит. Но попрошу сделать пометку о том, что хрупкое, хотя это дерево, но вот из-за вот этого момента. Я как-то отправляла, но это правда было с ДЭКом в прошлом месяце, и тоже просила сделать пометку, и вроде все доехало нормально, там вообще стекло было. Ой, ну надеюсь. Я не знаю насчет боксбери, как это все работает. И я, конечно, как-то говорила то, что через... Ну тогда почтой были доставки, но это, я думаю, не с этим связано. У меня было два случая, когда я через Авито доставку, почту отправляла посылки, и они мне возвращались обратно, потому что не приходил человек получать. Ну вот в прошлый раз я с ДЭКом отправила, там все прошло отлично. И я очень надеюсь, что в этот раз тоже будет все хорошо. Хоть я и зарекалась, но это вот из серии «Никогда не говори никогда». Продажи идут не очень активно, а мне хочется побыстрее избавиться от всего этого, от всей этой горы на балконе, потому что, ну, хочется немножко простора. И так тесно, и так не хватает места, и есть что туда положить. Поэтому все-таки согласилась на такой вариант. Тем более человек пошел на уступку и через бокс переоформил, хотя было нелегко. Женщина, я так поняла, возрастная, впервые это делала, но молодец, она справилась. В общем, не показала вам, как это выглядит внутри, потому что тороплюсь. Ну, ничего, ничего там суперинтересного. Сейчас я сначала предварительно проверю, есть ли боксбери все еще у нас рядом с домом, и буду выдвигаться. Пойду вот в такой кофте. У меня сейчас зимней одежды в квартире нет, все в гараже. Шапка единственная, и то потому, что я ее не так давно с дачи привезла. Это моя школьная. Вот вы ее видели в прошлом видео, когда я на дачу ездила, пойду в ней. Или платок намотаю. То есть у меня два варианта. Курток теплых нет, поэтому пойду в своем осенне-весеннем пальто. Но вот эта кофта очень теплая. Хоть у нее и большой вырез, но она очень теплая. Обычно я делаю такую конструкцию. Сейчас я вам покажу. Если надеваю что-то потоньше, под низ, у меня есть такая зеленая жилетка. Я ее надеваю под пальто. Сверху пальто, шарф, шапку или платок на голову. В общем, как могу, утепляюсь тем, что есть. Но мы как-то доберемся все равно до гаража. Я привезу зимние вещи. Эдику нужны шапки. Нет, шапки, наверное, не нужны, потому что его в прошлом году, она оказалась не очень хорошего качества. Я хочу, чтобы он ее в этом сезоне не носил. И мы заказали новую на Озоне. Он уже в ней ушел. Классная, кстати, шапка. Я ее потом вам покажу. И сделаю распаковку того, что мы там заказали на Озоне. Пакетик, вот он. О, какой он оказался тяжелый. Это просто еще не все пришло. Но, возможно, я вам покажу пока то, что пришло. Потому что уже нужно пользоваться там. Вещи, которые мне нужны сейчас. Так, заметила шерсть. Потому что она везде. Сейчас я пойду без жилетки. Потому что кофта, повторюсь, очень теплая. Так не падать. Вот так. Ну, поднись шарф. Шарф у меня будет в любом случае. Поднись шею, все закутаю. Потому что ветра у нас здесь очень сильные. Урал. Он такой суровый. Хотя я так укутываю, как будто бы мне холодно. У нас дома такая жара. Мне на самом деле некомфортно. Снимаю, потому что буду сначала шарф надевать. Все. Решила пойду вот так в платочке. Замотала его себе вместо шапки и шарфа. Потому что он сюда вниз уходит очень удобно. А шарф, который у меня от шапки, он узенький. И его сложнее наматывать, когда здесь открыто. Нужно, чтобы тоже... Ну, вот у меня жилетка до этого была. Было проще. Ну, в платке, конечно, забавно смотрится. Но мне это и нравится. Раньше я бы так не надела. Когда была помладше. Но вот уже пару лет, по-моему, может быть, три максимум. Это прям максимум. Мне стало нравиться, как это выглядит. Тем более здесь, когда вот такой рукав, невыраженный реглан, или как он правильно называется, это смотрится уместнее. А когда вот он четкий, тогда как-то грубее. Но, может быть, тоже от случая. Зависит, короче, это не связано. Это я просто так добавила. А, губы, вы заметили. Я себе нарисовала губы. Боже, как давно я не делала себе полноценный макияж. И то глаза я сделала только вот чуть-чуть. Затемнила акцент на губы. Я так давно хотела нанести помаду какую-нибудь. Начала сразу с красной. Так, ну все. Я готова полностью. Мне очень жарко. И я сейчас побегу. На улице будет холодно. Надеюсь, что я не заболею. Ключки. Коробку положила в пакет, чтобы было удобнее тащить. Я поняла, что это намного лучше работает. Надеюсь, у меня плуток не свалится. Потому что основное неудобство с плутками это то, что они, бывает, сдвигаются назад. Вроде нормально зафиксировала. Я поэтому не делаю, чтобы здесь было вот так свободно. Чтобы красиво это не спадало. Потому что соскальзывает. А каких-то тут у меня этих невидимых ничего нет. Выдвигаемся. Надо успеть. Я хочу еще зайти на почту. Не попасть на почту, потому что она вот через минуту закроется. Я хочу проверить, открыли ли отделение у нас. Потому что мне надо, чтобы его открыли. Мне там едет посылка с Алиэкспресс. И мы ее заказывали в пункт выдачи. Но моя, мы заказали две посылки, Эдику и мне. С его аккаунта, и с моего. И с моего, вот что-то мне не повезло. Перенаправили на почту. Не дай бог это придет вот в тот микрорайон соседей на границу. Это будет провал. Картинка немножко засвечивается. Потому что я в очень активной темноте. Здесь нет освещения у нас. Вдалеке только есть. Сделала на камере подсветку. Хотела вам показать, что смотрите. Точнее не смотрите, а слушайте звук. Как будто бы ливень дойдет. Это вот так интенсивно. Снег тает с крыши. Я иду. Тут просто ручьи. Все тает. Очень тепло сегодня. Но хорошо, что я одела платок. Потому что он дышит. Мне не слишком жарко. И удачно я оделась. И тепло, и не жарко. Но очень страшно идти. Потому что у нас здесь такая неровная поверхность. Неровные дороги. То вверх, то вниз. Причем очень часто это крутые такие горки. Я там в одном месте даже застряла. Не могла двигаться. Потому что просто голый лед. Снег сверху скользкий, мягкий. Все тает. Все течет. Ручьи под ногами. Погода у нас вот так. Один день тепло, один день подмораживает. Точнее, чаще всего днем тепло, ночью подмораживает. Вот в этот раз получилось день через день. На почту я захожу сразу. Потому что она находится поблизости с Боксбери. И проверила я под Вагис. То, что да, действительно, вроде бы Боксбери все еще работает. Я на это надеюсь. Потому что вывески я там не помню. Но я уже подхожу. Я дошла. И смотрите, оказывается, есть здесь вывеска Боксбери. И озон. Ну и отлично. Сейчас попробуем отправить. Ой, ну все, нормально. Все получилось. Весьма быстро. Нравится мне, конечно, в этом плане доставка через Авито. Потому что ничего не надо. Показал паспорт, показал штрих-код. И они там сами все, что надо сделать. Вот спросила я по поводу того, что там выпирает небольшой кусочек сверху. Есть ли риск, что передавят. Там коробку сверху поставят или что-то. Сказали, что дополнительно еще обмотают пупыркой. И все должно быть нормально. Поэтому очень надеюсь, что все придет целое. Мало ли. Все-таки волнуюсь я. Хотите, я вам покажу, что на дороге? Смотрите, какая слякоть. Мокренько. И дождь, и снег. Ну, я, понятно, стараюсь убирать какие-то почища тропинки. К Боксбери, когда подходила, там вообще был. Там вообще все почищено было у подъездов. Ну что, я сейчас двигаюсь в сторону дома. Вообще у меня есть ощущение, что у меня были еще какие-то планы на сегодня. Ну вот я сейчас до почты дойду. Об этом я говорила. Планировала вообще я еще дойти до той почты, которая все-таки вот далеко находится. Но туда Эдик пошел. Он сейчас поехал по делам и заодно по дороге зашел. Выручил меня, потому что туда идти пешком час, мне час. А там еще стоять в очереди. У них там вообще все плохо. Поэтому это дело я вычеркнула. Но, по-моему, было что-то еще. Я сейчас приду домой, я, конечно, свой блокнотик посмотрю. Но сегодня уже никуда не пойду. Пойду только завтра, потому что смотрите, какая демень. Я не хочу в такой темноте ходить. Мало ли чего. Так что двигаюсь в сторону почты. Потом уже дома, когда буду, я вам покажу, что там сезона все-таки пришло. Покажу сразу. Ладно. Не буду ждать оставшуюся часть, потому что там еще несколько дней будет все это доходить. Ой, так, и как быть? Так, будем обходить, потому что там лужа, боюсь. Ой, и тут лужа. Слушайте, вот так вот и иду. Можно купаться. Ой, главное долго не стоять. Приходится все-таки мокнуть. Ну, у меня дома есть сушилки для обуви, поэтому я сейчас бегом. Опа. Вот это сейчас было совсем глубоко. Я чувствую, что мне попала в ботинки вода. Ой-ой-ой. Тут, кстати, ситуация вообще оказалась намного хуже, чем с той стороны. Зря, наверное, я сегодня задумала идти до почты. Но уже запланировано. Что делать? Бегом-бегом лечу по поверхности воды. Хорошо, что я все-таки не решилась идти пораньше, потому что... Опа. Сегодня третье число. Я бы все равно не успела, потому что я в пять хотела выбегать. И видите, они до пяти работают. Третьего ноября. А дальше выходные. Ой-ой-ой. Ну, по крайней мере, работает почта. Это уже хорошо. Это, собственно, то, что я и хотела узнать. Ну, и про выходные понятно. А то вот не посмотрела бы, завтра пошла. А она не работает. А я бы опять по этим лужам тут прыгала. Их, наверное, не обойти. Здесь снова нет освещения толком. Вот только на подъезде фонарь. Два. Два подъезда, два фонаря. И все. Но это я уже близко к дому. Ну, почти в полпути. Я бегу, бегом, бегом. Срезаю через двор. Так быстрее. Я прям реально качусь. Здесь не лужа. Здесь просто скользко немножко. Со мной побегаете. Просто хочется быстрее, потому что башмачок-то мокрый. А болеть неохота. Так что, без того, качах. Так что всё. Так что всё. Продолжение следует...